Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Еще раз всем огромнейший привет, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Абсолютно правильно поступаете, что проводите вечер в нашей музыкально-разговорной компании. Сегодня у нас Доминик Джокер и Катя Кокорина. Катюш, спасибо огромное. Потрясаю вам песню невероятно. Доминик, тоже спасибо, поскольку ты... Нет, я сам заворожен этой песней, вполне серьезно. Я считаю, что у нее огромнейшее будущее. Вот тут самого трека. Красиво. Настоящее такое самостоятельное произведение. Очень большое, масштабное такое. Я очень доволен. Будем надеяться, что клип произведет еще одно отличное впечатление. Тут, конечно, нельзя, чтобы клип проигрывал самую песню. Он должен дополнять. Нет, вот тут очень интересный, коллеги, круговый съемок. Ну, тем более, что ты уже сказал, что подобного нет и не было у вас в России. Да, пока не было в России. Это, конечно, заинтриговало. Это использовали некоторые западные звезды. У кого хватило денег? В подобном плане. То есть, имеется в виду, элементы этого использовали западные артисты. Это просто интереснейшая технология, которая пришла в голову Рустаму Руманову. Да. У нас было много идей, но мы не знали, как это показать. Как это реализовать, как выдумать. Когда эта идея пришла ему в голову, мы сошли с ума. И когда он начал, ну, вот нам придется тогда из-за этой технологии отказаться, вот, допустим, от этой сцены. Я говорю, отказываемся. Вытираем. Отказать. От всего. От всего. Это мы в следующем клипе используем. От всего. Я думал, что просто поставить рояль, посадить Катю, и можно кататься вокруг нее. Нет, все. Реально. На рояль. Тоже было бы очень красиво, да. Вы на сегодняшний день, так понимаю, в основном вместе тоже выступаете? Ты знаешь, нет. Не всегда. Сейчас Катя скромничает несколько. Уже нет. Сейчас мы выступали вместе не только потому, что мы, естественно, половинки и пара, но потому, что у нас был совместный клип, который мы промотировали тем или иным образом. Естественно, с этой песнью. Песнью. С песнью. Я с песнью. По одному там сложно выступать, да? Да, да. Особенно Доминик. Да, у меня вообще сложно. Я просто выхожу в конце, делаю вид, что я хип-хоп исполнитель, но ухожу. Сейчас с появлением у Кати уже сольного материала полноценного, она начинает гастролировать сама и работать сама, и эфириться сама, интервью какие-то сама. Поэтому это постепенно уходит в прошлое, наше постоянное появление вместе. Кать, ну сколько песен на сегодняшний день уже у тебя в репертуаре? Сольных, получается? Да, ну вот, допустим, если концерт, пригласить Катю Кокорину. Сколько, Катя? Ну, на сегодняшний день 5. На сегодняшний день есть 5. Ну, уже вообще блок такой хороший. Нет, 5 имеется в виду и оригинальных, да, оригинальных. И несколько каверов, я с удовольствием, я всегда, я обожаю на концерте петь кавера, даже не совсем кавера, в моей версии, да, свое видение этой песни. Вот, есть еще у Кати там ряд каверов, у меня ряд каверов есть. Буду я любить тебя всегда, я перепевал. Да, 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 конечно. Причем буду я любить, я вообще дал третью жизнь, это об этом сказал Игорь Яковлевич Крутой. Я вообще там был очень доволен. Почему все время облизываю губы? Не знаю. А может быть, воды нужно просто? Как в интернах. Нет, как в интернах. А что? А что, да. Отлично, да. Друзья, человек, у тебя весна просто. Весна, на них весна. Я считаю, что программа, вот сейчас Катя начинает оттачивать свою программу, работать над ней, но это не мешает, знаешь, бабло побеждает зло, не мешает ей с неотточенной программой уже выходить. Ну, уже, да. Но это нормально, это нормально, отточить на войне. Катя-то в профессии, скажем так же, с самого детства, да, Катя? С четырех лет, по-моему, да, у тебя? С четырех лет, да. И музыкальной школы, расскажи, сколько вообще лет отдано музыке, не считая там сцены большой. Это вы хотите узнать, мой возраст, точный. В родном баллоне. В инди-бинди, мы были пусси. Параллельно сразу признавать все. Мы были пусси. На самом деле, да, с четырех лет, вокальная студия, музыкальная школа. По классу фортепиано у тебя? Да, да, да. Дальше был джаз-арт-бэнд. Это даже однажды была рок-группа. Эка тебя носила, джазом-рок. Эка тебя выгораздила. Мне кажется, я и в театре играла, в музыкальном, поэтому... Еще к нам занесло. Вот как не повезло в жизни, да, как сказал один. Вступила. В хоре, как говорится, работала, да. Да, да. В хоре еще работала, да. Ну, я не жалею, я это люблю, это моя жизнь. Потому что это все в копилочку, в копилочку складывалось. Конечно. Все это пригождается на сегодняшний день. И кто скажет, что это так просто стоять на сцене, это большие глупости. Потому что для того, чтобы стоять на сцене, мы очень много чего делаем. Очень много. Мы работаем над собой, репетируем даже иногда. Иногда. Дома? Да. На диване или там? Нет, ты знаешь, дома удобнее всего репетировать в том плане, что порепетировал, пошел, чай побил. Да, бутерброд снял там. Ребят, чай после программы, а сейчас у нас песня. Давайте. Давайте. Одна из песен, которая вызвала массу толка в интернете, клип вызвал массу толка в интернете. Но я, знаешь, я всегда мониторю мнение о себе и спокойно отношусь к критике. Очередная порция соплей от толстого страдальства или еще что-то такое. Нет, я реально, я к этому очень забавно отношусь ко всему. И вот там натолкнулся на такой комментарий, типа, что слушать его еще возможно, смотреть на него невозможно. Возможно. Там чей-то комментарий. Как правило, ты смотришь, кто это написал, и там просто такое чудо. Неважно, нет этого дела. И я снял клип, в котором у меня всего 14 секунд. А все остальное делают красивые, замечательные, прекрасные люди. Люди в порядке. Да, эти залы, они на Кантаре. А скоро мы вообще тебя уже не застанем в твоем клипе? Нет, я возвращаюсь. Только Датюша снимешь и все. Я возвращаюсь в свои клипы. В общем, друзья, песня, которую вы знаете. Что за песня, я не скажу, я интригант. Ах ты какой, это Веник Джокер, как это зал. Смотрите, слушайте. Одна, взявшая душу, лишившая сна. Она все соткана и снот, как будто. Глаза в глаза и все распалось на минуты. Глаза в глаза и больше ничего не надо. Еще мгновение, еще немного рядом. Но промеркнула и опять ушла. И мир вокруг лишен ее тепла. Она, наверное, даже обо мне не знает. Я ее теряю, снова умираю. В ее глазах горит огонь и рассвета. А я опять ее рисую силуэты. И даже если вдруг пройдет и не заметит. Так будет лучше, чем опять ее не встретить. Только с ней стучит мой пульс. Без нее я с неба вниз сорвусь. Сорвусь. Но только она, такая одна, взявшая душу, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю. Я все разменяю, шагая по краю. Не станет, наверное, сердце даже биться перестанет Пускай меня пока она не замечает Все изменится, когда она узнает Я расскажу ей обо всем при встрече Однажды утром или это будет вечер Я расскажу ей все и ничего не скрою Она поверит и останется со мною Только с ней стучит мой пульс Без нее я с неба вниз сорвусь Сорвусь Но только она такая одна Взявшая душу, лишившая сна Я все разменяю, шагая по краю Ведь без нее мой мир теряет она И от нее мне никуда не петься Ее любовь пробила пули сердца Я эту боль никак не отмени И не поможет даже контролайдами Пускай я сплю, я не хочу проснуться Мои сети два сердца вместе бьются Не случайно из потока тай С выявили онлайн Ведь только она такая одна Взявшая душу, лишившая сна Я все разменяю, шагая по краю Ведь без нее мой мир теряет тона Тона Но только она такая одна Взявшая душу, лишившая сна Я все разменяю, шагая по краю Ведь без нее мой мир теряет тона 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 Страна Страна За окном весна За окном весна Е Браво! Мне кажется, к концу программы, Саш, я тоже научусь Правильные жесты делать руками А, знаешь, глаза боятся, руки делают Помнишь, была шутка по поводу Децела Ну, когда-то в КВЛ Как в КВЛ Нет, в КВЛ когда-то, типа, выходит Парень, похожий на Кирилла Толманского Вот так вот, машет руками Говорит О, Децел, а ты что, типа Он говорит Да я текст забыл, но руки помнятся То есть это вот такая шутка Мне очень понравилась на тот момент эта шутка Достаточно явно характеризует хип-коп исполнителей Понимаешь, что и в жизни тоже так вот происходит Вот такой разговор Там, с мамой, там, по телефону русского Как вообще это пошло? Вот человек, который знаком с хип-хопом Откуда вот это пошло, вот это вот движение? Чтобы ритм себе самому напоминать Да, 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 это эмоционально-ритмический отсчет Для себя Многие тактируют, допустим, в другой музыке В джазе очень часто тактируют на слабую долю И это эмоциональное, это расставление эмоций Если вы обратите внимание Когда хип-хоп исполнитель читает свою мелодикламацию Так сказать, да Очень четко совпадают акценты рук И если он это чувствует И очень часто вы видите, если вы видите Ну, когда дети пытаются подражать хип-хоп Они хип-хоп исполнителям Они пока еще не понимают И это просто так очень смешно, забавно выглядит Или люди, которые не понимают этой музыки Они тоже так очень смешно это делают Это идет изнутри Это одно из действий свинга на человеческое тело Ребята, вы очень часто даете интервью Да Различные уже журналисты с вами пообщались Какие только не брали у вас И не задавали вам вопросы Не брали у вас Интервью Интервью и не задавали вопросы Да Вот и мы с удовольствием с Ромой Саня тоже заносится Но мы сейчас Когда танцевали Под ваше выступление Нет, нет Мы очень четко вот сами себе Я думаю напомнили Одних ведущих У которых вы не так давно побывали Оригинально Мы очень хотим тоже у Ромы спросить Потому что он действительно величина величин Но чуть позже, друзья Нам нужно прерваться на рекламу Оставайтесь Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шакал Программа «Концертный зал» У нас в гостях сегодня Доминик Джокер Катя Кокорина Одно удовольствие осмотреть Нужно любоваться, конечно, слушать До выхода на рекламу Я пообещала задать в оборот До сих пор Как выяснилось Никто даже не понял смысл Что я пыталась донести Мы сами себе напомнили Ведущих вытарку Были не так давно А вы сейчас вспомните «Танцуй, Хрюша, танцуй» Вот ты о чем А Катя и Доминик были в гостях В программе «Доброе утро, малыши» Да, было такое И тут самый Хрюша Нам всем, конечно, известный с детства До более любимой Горячей нами Самый настоящий Хрюша брал интервью у ребят Более того, Хрюша танцевал Ну подходила ты к этому Я танцевал, ну что это было Хотите узнать, как он танцует на саду? Нет, нет Я хотела узнать Ну вы же тоже росли на Хрюше Конечно Росли на Хрюше Я до сих пор расту на Хрюше Если вы увидите Все правильно В общем, волнительно это каково? Хотя, конечно, у вас это своя школа И вы знаете, как перед детьми Но все-таки Нет, на самом деле Почему мы все время говорим на самом деле? И почему мы начинаем каждую фразу Слово «нет» Нет, на самом деле Вот это, кстати, да Обратить внимание нужно Да, это раздражает Я могу сказать так Да, безусловно, это волнительно Потому что это кумиры детства Это как встретить бабуя и гу в зоопарке Как бы нам достигнуть этого уровня Я не думаю А почему в зоопарке? Знаете, вам нужно Бабуя и гу где-то Что-то надеть на улице Может быть, она работает там Это как я трепетал В первый раз, увидев Михаила Сергеевича Боярского Ух ты Когда я Меня трясло, когда начинались мушкетеры Заканчивалось все Футбол во дворе Ну то есть все И причем не только у меня Двор вымирал Когда шли Д'Артаньян и три мушкетера Все разбегались по домам А потом после этого начинались игры в мушкетеров Ну это обязательно Каждый раз во двор уже Каждый выходил за своей палкой У меня было другое Я хотела улететь на ковре в самолете Вот почему-то Чего же не улетела-то, а? Саладином Она улетела потом в Москву Ууу, все случилось Да Смотри, какой фильм показывает Да, да, да Прям это моя мечта была Было волнительно Ну, знаешь, как было волнительно Было волнительно посмотреть на Ну, безусловно, давайте раскроем тайну Деда, что Дед Мороз существует И Крюш действительно живой Но ему обязательно помогает Крюша же маленький Ему помогает Крюша опыт Человек, да Помогает замечательно великолепная актриса Женщина Большой, мне кажется Души и большого таланта И мне было Очень интересно, как она выглядит Это она же Это все Вот все эти года Это все один и тот же человек Который помогает Это очень смешно было Очень И потом она просто начала с нами Этим же голосом просто разговаривать Да Просто так Мне кажется, она уже и в жизни так разговаривает Нет, она нас подкалывала Мы все время дергались на этот момент Противорно Разрыв шаблона, конечно Да, да, да Полный, полный, знаешь Это действительно разрыв шаблона Это просто поток неконтролируемого сознания И я настолько тогда растерялся Когда вот она нас подкалывала Катя держалась Но я растерялся на самом деле Я все время пугался Все время дергался Это да, это из моего детства Прям один из ярких кумиров Ну и Татьяна Веденеева естественно Конечно Конечно Доминик, есть у тебя проект На самом деле нет Проект, который ты хотел сделать Проект с твоим альтер-эго Девушка и диджей Что с этим расскажи Вот в каком В какой стадии Это да Это больше Катина альтер-эго Я тебе объясню Но мы решили Как-то его соединить И Скажем так Это будет сначала Вернее не будет Вернее это есть уже сейчас Сейчас уже ведется над этим работа Это сначала не гастрольный проект Это проект, который Будет звучать там на площадках Естественно Для диджеев Да Диджейский проект такой Больше А потом К этому подключится Наемный персонаж То есть Будет проведен какой-то конкурс Как продюсерский центр Да Ну у нас нет У нас уже лейбл Уже существует Да Катя вот уже Первое творение этого лейбла На самом деле Саша Колчин Тот самый Саша Колчин Который Писал аранжемент Был саунд продюсером Песни Сердце на части Еще один из претендентов Не претендентов А один из артистов лейбла Лил Арчи Один из артистов лейбла Мой племянник Который сейчас Находится в Уфе Мы бы его так с собой притащили Обязательно Ну а че уже с вами Да Замечательный хип-хоп исполнитель Вот тогда бы мы увидели Как нужно Правильно Подожди Хип-хоп проект Это ты о нем Когда ты говорил Да Хип-хоп проект Да Это Лил Арчи У нас большое количество планов На будущее И причем они Как-то получается Что они сами без нас получаются Вам то есть только захотите А потом все само собой Уже это происходит Воплощается в жизнь Небо и вселенная К нам благосклонны Благосклонны А как разве можно с вами по-другому Мы надеемся что вы с нами тоже Благосклонны Конечно Постопьте сейчас Отнесетесь к нам Исполните что-нибудь еще Так Ну что Давайте будем смотреть на время Сколько мы будем еще петь песен Как вы думаете Еще две песни Еще две песни Две точно будем Да Давайте Машину времени маленькую Давайте Мы говорим сейчас Нет Не о группе Машины времени естественно Я бы никогда на себя не взял Смелость исполнить песню Столь величайшей группы Либо взял бы Но полностью бы ее испуганил Ну не сегодня Ну не сегодня Ну не сегодня да Знаете Меня дразнит Музыкальный маньяком Серийником Музыкальным серийником Я раз в год Приблизительно С состоянием раз в год Раз в два года Выпускаю что-то Что остается В сердцах людей Это по весне у тебя или как Это прекрасно Вот обострение очевидно Хорошо Весенье в том числе Потому что однажды меня затянул Затянула судьба И И наш старший босс Игорь Крутой На один замечательный телепроект Где Родилось большое количество песен Которые остались И по сей день живут И на станциях даже Да И одна из них Вела на сцену сразу четырех артистов Нет Мы как-то по одному Точно пролезли бы Но именно Эта песня стала нашей визитной карточкой Что за песня опять же не скажу Ну поехали Вот как Я так хотел жить мечтой Слепо доверяя Своим не верил глазам Миллионный раз Я так хотел быть с тобой Рядом, а не с краю Но вот пришел этот день Без твоих глаз Хотел гореть от любви К сердцу прижимая Хотел не слышать Твоих Равнодушных Фраз Я сам построил для нас Замок из тумана Но вот пришел этот день Без твоих глаз Плачут небеса О любви И мечте Плачут небеса О тебе О тебе Плачут небеса Разливаясь дождем Остают небеса Мы с тобой Не вдвоем Среди пустых серых дней Ты мой лучик света Знаю я, ты не спи Как и я сейчас Но у тебя Впереди Солнечное лето А я замерзну в зиме Без твоих глаз Плачут небеса О любви И мечте Плачут небеса О тебе О тебе Плачут небеса Разливаясь дождем Плачут небеса О любви О любви И мечте Плачут небеса О тебе О тебе О тебе Плачут небеса Все я капли дождя Плачут небеса О тебе Плачут небеса Плачут небеса А О небо плачут дождем И о ней И о нем Небо никак не поймет Почему они не вдвоем Не просто так они увидеть друг друга смогли Небо вело их навстречу С разных концов земли Он шепчет имя во сне Для них слова не в цене В ее мечтах тоже он Но в параллельной весне Она просто прячет глаза ему Улыбаясь не смело Она его любит Он должен ее простить Он должен ее понять И так тяжело любить Любить его Но молчать От этой любви бывать День ото дня сгорать Но не уметь ему Об этом просто сказать Он пишет ей песни О том, как сильно она нужна У них разный способ Но цель посланий одна В ответ ему На главный вопрос Написала Я тебя люблю Лепестками роз У нас не забыл Все забыл, да? Звонит Знайук небеса Мы с тобой Не вдвоем Плачут небеса О любви И мечте Все забыл, да? Плачут небеса о тебе, о тебе Плачут небеса свека при дождях Плачут небеса, а быть может, и я А быть может, и я Эй-эй-эй Ну-ну-ну-ну А тебе, а тебе Плачут небеса свека при дождях Плачут небеса, а быть может, и я Короче, бандами, друзья, да? Браво! Мне так нравятся вот эти вот моменты, когда мы Там, я что-то забываю, Катя что-то забывает И ты же подхватываешь Нет, нет, это живые какие-то Я очень ценю это на концертах, когда Текст забыл слова Так, подсказывай Я ребятам в зале говорю Вы прикиньте, я 10 лет пою эту песню, текст забыл У нас Артур очень часто бывает, да, когда вы эту песню поете? Да-да-да, Артур очень часто Всегда А небо плачет дождем Он это начинает читать Это очень смешно А небо плачет дождем И я всегда говорю, люди очень расстраиваются Ну, многие люди, мои коллеги по цеху Особенно, в основном, неопытные коллеги по цеху Очень расстраиваются, когда что-то не так Вот там, текст забыл или еще что-то Конечно, это очень живые эмоции У Катины история великолепная А флаги? Катенька, флаги были Это еще Российские или иностранные? Это очень важно Конечно Наши Наши Я поднимаюсь Я поднимаюсь, иду И такая зритель типа Ха-ха, давайте, все классно И вот так флаги просто вошла Я всегда ценю такие моменты Всегда ценю такие моменты И считаю, что Людей это еще больше настраивает на такой Располагает Да, да, да Как у тебя дома на вечеринке Конечно А вот мы так хорошо сидим по-своему Я должна спросить, Демене Ксюша Может быть, прости, если не захочешь отвечать Не отвечай, но я почему-то думала, что ты ответишь мне А все-таки Что это? Ты постригал кружевник Может быть, розовый куст обрумлял Или все-таки кот Царапина на руке Это жертва кошачьего насилия Домашнее кошачье насилие Дело в том, что я Мне не свойственно Так сильно заморачиваться Ох, оставьте Куда? Как же я теперь на концерт с поцарапанными руками? Как бы я на страну ФМ пойду? Там все рассмотрят Серьезный артист И они борются Я абсолютно Мы играем с ним Боремся Кто кого победил Этого кота дети очень любят Мы вот не узнали, как его зовут Они просто приходят Как, кстати, Мартин и Маркус поживают Расскажи Прекрасно Видели их, к сожалению, последний раз мы видели их неделю назад Потому что, ну, очень тяжелый график был с клипом с этим Готовились к клипу, да Ну, это да Да Сейчас, вот сейчас, буквально Вот сейчас пройдут эти выходные Я их сразу выдерну Хочется очень с ними опять побеситься, куда-то сходить Мы, в этот раз мы ходили на босс-молокосос Да Молодцы Вместе Ржали Очень смешно Мне очень нравится, как Федя озвучивает Озвучивает прекрасно Так круто Так круто И очень подходит как раз он к этой работе Да, 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 да Как у тебя сложились отношения с ребятами? Замечательно Я их подруга Они, да, они рассказывают Доминик говорит, у нас трое детей, а не двое А ей больше рассказывают Или иногда они бесятся, она ударится Более, то есть, короче, разбитые коленки я лечу утрой Мне вообще это безумно все нравится У нас огромная большая семья Наверное, это наша общая с моей бывшей супругой заслуга О том, что дети себя не чувствуют каким-то образом Да, без семиона Им так круто Они, то есть, там, туда, они мне звонят Че там, как, ну че, мы сегодня Сколько им сейчас скажи? Тебе как живчик? Мартина уже 10, Мартина 11, Марику 8, господи Так, все Нет, косноязычен Сегодня 11,8 Ты знаешь, но они не по возрасту вообще Не по годам разве Вообще не по годам Они смотрят всякие, какие-то передачи, которые развиваются Сейчас это модно у детей Просредительский образовательный Можешь быть блогером А, ну это же очень прибыль Видеоблогером как папа Как папа Да Оказывается, папа видеоблогер Папа так себе видеоблогер Так себе, да Но он интересовался активно Там, говорит Нет, хочу быть фигуристом Потом так Да А музыканты много получают? Это важно, конечно Я говорю, нет Детей, причем у него это не звучит как-то меркантильно В плане, то есть А просто нужно определиться парню Да, с профессией Ему просто нужно понимать Много получают Это немного Стоит вообще думать об этом даже Как тебе объяснить? Он еще хотел быть пилотом Пилот, да, но потом он решил купить самолет Когда станет музыкантом И Мартин очень серьезный Серьезно относится к своему виду спорта К фигурному катанию Он прям Бьется за него Слушай, ну папа не стал, да Ты же тоже мог бы стать фигурным Да, я вышел маме Сказал, что я хочу в туалет Мама меня вывела Я сказал, я туда больше не пойду Мне было три года Теперь внук будет, да Мне кажется, что из него выйдет У него есть конек Говорят тренеры, что у него есть конек У него есть прям Все-таки фигурное катание А Марик, наоборот, Марик поет Марик скрывает Это за ним ты подсматривал, что он петет Да, 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 да За ним подсматривал Совершенно случайно увидел А теперь Подсматривали все вместе Мы у нас дома, когда он отвлекается Вот он там начинает что-то петь Подпевает артист Мы сейчас очень часто играем во всяческие игры Там такие глупенькие игрушечки Настольные игры Настольные игры Фэмили билдинг Да, да, да Друг утюг и все остальное Он иногда отвлекается Он отвлекается и начинает петь что-то там Друзья, в общем Монополию У него еще есть тяга к деньгам Монополию Хорошо Во-первых, он очень правильно Распределяет ресурсы очень правильно Так, подожди Сколько у меня осталось? Нет, я пока не буду Ребят, у нас осталось совсем немного времени И вопрос, который мы должны просто задать Обязательно, Александра Когда же мы будем кричать? Ну, горько В самом скором будущем У нас тоже такой вопрос Нет Нет, мы просто Мы очень суеверные с Катей на самом деле И эту тему стараемся не обсуждать Но это же уже понятно, что мы пара Моя трошка Может спойм Пусть у вас все будет хорошо Пойте Пойте Пойте, пожалуйста Доминик Джокер, Катя Кокорина Концертный зал Я уже давно потерял счет дня Сколько их прошло уже не знаю и сам И почти не жду И почти не жду, что найду ответ Ты была реальна или это мой бред Я тебя создал по обрывкам снов С чистого листа, рисуя эту любовь Ты в какой-то миг ощутив твой пульс Думал это сон и так жален Что просу все каждый день Каждый прожитый час Видел небо в глубине твоих глаз Но если это просто мой бред Я буду в нем жить Никому не открыв секрет Но если ты дана мне в награду Что еще мне может быть надо Ведь я живу теперь Только если ты рядом Если ты за мной я могу дышать Если ты со мной жива моя душа Каждый новый вдох для тебя одной Сердце бьется вновь Если ты со мной Если ты со мной мир меняет цвет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя одной Нас ведет любовь Если ты со мной Со мной Если ты со мной Со мной Время для меня прекратило свой бег Мы вдвоем укрылись в нашем мире, а все Он был создан только для нас двоих В нем светило солнце, глаз бездонных двоих Страх пришел ко мне с появлением снов Я думал, что уснуем и не встретимся вновь Мир пошел к одной, я сорвался вниз Ты ушла, оставив мне не тронутый лист Но каждый день, каждый прожитый час Я буду помнить этот цвет твоих глаз Верить в то, что холод и боль Плата за то, чтоб однажды прийти за мной Ты же знаешь, ты мое солнце Без тебя мой мир не проснется Я устану быть, если ты не вернешься Если ты со мной, я могу дышать Если ты со мной, жива моя душа Каждый новый вдох для тебя одной Сердце бьется вновь, если ты со мной Если ты со мной, мир меняет цель И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя одной Нас ведет любовь, если ты со мной Да, получается почти все песни Я буду помнить этот цвет твоих глаз Просто мы не успели все спеть, которые, понимаете, хотели Сможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя одной Нас ведет любовь, если вы со мной А не хочется их отпускать Концертный зал, друзья Катя Кокорина, спасибо вам огромное Вы волшебный успехов Всегда вас ждем, рады, ждем новых песен Ждем, Катюш, твой клип, ждем Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии, как всегда в это время Очаровательная Александра Хайрулина Роман Шахов Мы вас приветствуем, друзья! Как здорово, что вы с нами Точно не пожалеете об этом Просто ни на секундочку Потому что рады сообщить Мы с Романом Шаховым вам Что в сегодняшний концертный зал Имени Доминика Джокера и Кати Кокорина Что касается творчества Кто начнет первый хвастаться своими достижениями? Доминик или Катя? Я, 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 Катюша Катя Кокорина Да, ну в общем, неделю назад В субботу мы сняли клип на мой Сольный дебютный трек Называется «Сердце на части» Мы слышали очень красивую лирическую песню Спасибо, нам тоже очень нравится Написала наша подружка очень близкая Она также работает у нас в арт-студии Преподает вокал Мы работали с Рустамом Романовым Нам очень понравился Классный режиссер Такой спокойный Уравновешенный В отличие от нас В отличие от вас Нет, очень важно, когда на площадке нет нервяка Когда все слажено Кроме того, идея в клипе Не идея, вернее А технология, использованная в клипе Достаточно нова для России Она не использована практически Тебя-то мы увидим в клипе, Катя? Нет, нет, я выступил в данном случае Не знаю, нельзя сказать со-режиссером Со-постановщиком Я как бы там Руководил процессом Можно так Помреж Помреж, помреж, да Я себя в этом качестве первый раз в жизни почувствовал Я вымотался на площадке так, как я не выматываюсь Три концерта подряд Но мне было безумно интересно Я совал нос везде Я мешал работать актеру профессиональному Который работал с Катиным партнером Я мешал работать осветителем Мешал Рустаму Своими идеями Но на самом деле Ну это я сейчас шучу Все творилось сообща Великолепная команда Рустама Романова Отдельное спасибо Антохе, оператору Это просто человек, который прям Ну я не могу объяснить, как мыслят эти люди И все наши безумные идеи Как-то так они воплотились в жизнь И вот не поверите Когда мы сняли? Недельная суббота И в эту субботу мы едем смотреть предмонтаж Слушайте, мы видели пока только фотографии Волнительный момент Деминик, ну я так предполагаю, что у Кати, наверное, с партнером Там по сцене с героем Наверное, какие-то чувства, какие-то сцены Вы что, желтый канальчик обещали? Мы разноцветные Вы зеленеете потихонечку, да? И шарик в центре появляется, да? Нет, пока Ну скажи, как же Может быть, ты поэтому и лез во все щели Что называется? На самом деле Чтобы не ревновать безумно Саш, на самом деле получилось так, что он Молодой человек, который играл со мной Моего партнера, да, как ты сказала Он нашел ту же процедуру, что и ваш кот? Нет Нет, нет, нет Он играл мое воспоминание Простите То есть я рассказываю историю, которая уже произошла со мной И его как бы по-настоящему на площадке не существует Пришлось вот так вот вымутить клип Это вот я пустился на эту хитрость Это моя идея Я пустился на эту хитрость Это была моя идея Я ей сейчас подсказал А она такая ее придула И я ее поддержал Во сне Моя идея Идея клипа должна быть такой Как в сериале, да? Реально Все придумали вместе по кусочку Это действительно целиком и полностью Катина идея В общем, давайте мы послушаем песню А через неделю Конечно Увидим клип Очень красивый Прямо сейчас? Ну да, ты стала И ты первая начинаешь Поэтому ты и поешь Ну мы сейчас клип давайте посмотрим, наверное Да, нам вот говорят за коррежет Что пока мы должны посмотреть Ваш совместный клип А потом уже тогда будет После чего продолжим общаться Доминик Джокер, Катя Кокорина Программа «Концертный зал» Телерадиоканал «Страна ФМ» Оставайтесь с нами Я очень люблю этот клип Пусть Знаю, даже если ты не говорил Края не бывает у такой любви Раем станет мир в галактике любой Знаешь, только там, где ты всегда со мной Та-дам, та-дададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Плачут эти неносмотренные сны Плачут и не прячут слезы с нас весны Плачут так боясь, что больше не нужны Плачут страстно веря в то, что трудно лишь Давно всё сказано, мы словно связаны Без тебя не могу ни дня, там где ты, там и я Меня вела любовь сквозь сотни тысяч миров Мы горим одним огнём, каждым днём мы вдвоём Когда ты рядом со мной, меня накрывает волной Я словно сам не свой, я, видимо, болен тобой Когда ты рядом со мной, меня накрывает волной Я словно сам не свой, я, видимо, болен тобой 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 Знаешь, я тебе скажу, что значишь ты Знаешь, для меня и для моей мечты Знаешь, мы ведь два пути одной тропы Значит, целый мир есть только я и ты Субтитры сделал DimaTorzok Студия 89,9 Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, если вы еще не знаете, тогда знайте Сегодня в концертном зале телерадиоканала «Страна ФМ» Доминик Джокер и Катя Кокорина Ну правда, самая солнечная, самая яркая, красивая, какая-то невероятно светлая, позитивная пара На нашей российской сцене, правда, вы чудесные Просто рядышком с вами даже находишься Ух ты, боже, голубочки И окунаешься вот в эту всю какую-то светлую нежность, радость, какую-то суету У тебя просто весна, Сань Да, поэтому Ребят, спасибо за крестное Мы здесь ни при чем Клип потрясающий Спасибо Это правда То, что вы задумались и сотворили, действительно, там, ну просто все самое яркое и сочное, что можно было тут чувствоваться И по Кате, и по тебе, и по всем, кто принимал участие, и честно оттанцовывал Оттанцовывал, на самом деле Самое сложное было поймать всех сложные графики В общем, друзья, я понимаю, что у нас концертный зал, а не говорильный зал, я понял Логично Хотели начинать с чего-то нашего давно известного С классики Решили действительно к классике вернуться Весна пришла Хотел продолжить Да, это не нужно Нас могут смотреть дети Пришла весна, сверху солнце, снизу травка зеленая Поэтому одна из моих любимых детских песен Лучше солнца Ура 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 Там за морями, океанами где-то Живет вторая половинка рассвета Я спрятал там сердце за пазухой лета Ему там легче дышится под солнечным светом Теперь ты знаешь, я точно вернусь В окна ветром ворвусь, к тебе прикоснусь Любовь заглянет с другой стороны окна Ее приведет весна Ночь пройдет, нас любит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора ненасная Солнце взойдет Солнце взойдет Солнце взойдет Эй-эй-эй-эй-эй И пей Птицы перестали Свет Звезд коснулся клей Но в час Грусти и печали Ты Голос мой злый Ты все сама узнаешь Когда-нибудь Лишь твоя любовь сберегла мой путь Я должен небу больше, чем в силах вернуть За эту любовь, чтобы было вдохнуть И в час, когда луна прекращала светить Она мне помогала дорогу найти К нашему лету И согревала теплом и светом Ночь пройдет, наступит трудно ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Нерастное солнце взойдет Солнце взойдет Солнце взойдет Пройдет, наступит трудно ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Нерастное солнце взойдет Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Этот? Нет. Друзья, по-прежнему в концертном зале телерадиоканала «Страна.ФМ» Доминик Джокер и Катя Кокорина. Привет, ребятушки, привет. Здравствуйте, ребятушки. Привет, кто нас не видел. Привет, кто нас не слышал. Не слышал. И лучше бы не сошел дальше. Слушайте, ну ладно, вы потрясающе позитивные люди, и я думаю, что... Значит, один мудрец сказал, что скромность — это первый шаг к забвению, а второй сказал, нет, тот, кто скромен, требует похвалы дважды. Мы вас хвалят сегодня, будем весь час. Я думаю, вот почему ты все время дает. Да нет, вот так все время говоришь, да? Вечер откровений из Доминика Джокера. Разогласила. Дал секрет воздействия. Нет, друзья, у меня траурная тема, очень траурная. Я не знаю, увидимся ли мы с вами когда-нибудь еще. Катя уезжает на неделю в Барнаул. Куда? И как ты это переживешь? В Барнаул, да. В Барнаул, да. Домой. Вот у нее как раз выдалась неделя, которая может, она себе может позволить смотаться домой. Как раз после клипа отдохнуть. Мы специально не ставили никакие концерты, ничего. Я боюсь, что я этого не переживу. В прошлый раз, когда она уехала, я воткнул себе нож в живот случайно. Это только я могу. Катя, увози ножи. А почему же тебя не отправятся вместе с Катей? Очень много работы по клипу и очень много работы над моим. Ты знаешь, мне кажется, он специально так говорит, и на всякий случай быть Катюша готова. Вполне возможно. Контролируйся, да? Я это все специально. Прозвоню. У меня очень много работы, я сам следом. Что касается работы, у тебя же сегодня, по-моему, выходит напополам. Да, да, да. По информации, да? Давай-ка поподробнее об этом расскажите. Нет, Айтюнс завтра, завтра, седьмого числа выходит. Седьмого? У нас на французе было что, шестого? Ну, в любом случае, буквально прям вот. Седьмого числа открывается Айтюнс, да. Так, что вы? Это новая работа. Я ее сегодня не могу вам представить, потому что еще не впил. Не получил слова? Нет, я перфекционист. Понятно. Полно серьезно. Я еще ее не впил до конца, она прям вот с пылу с жару, прямо из печки. Мы как-то так, получается, что все пишем вместе с Катей, работаем над какими-то моментами вместе. И поэтому мы как-то так распределили наши силы на эти две песни, вот на «Бей», на «Сердце на части» и на «Пополам». Да, на название «Бей». Да, на название «Бей». И на «Пополам», а у нее тоже есть второе название «Инсомния». И эта работа, мне казалось, что это что-то новое в моем творчестве. Друзья прошутили, ну, то же самое, только чуть моднее. Но у тебя фокус-группа, ты собираешь друзей, да? Да, 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 я показываю, рассылаю, я отправляю песни половинками, чтобы они случайно не попали в чьи-то там руки, никто же не застрахован от этого. До того, как они будут готовы. Я рассылаю, показываю, мы советуемся, Катя кому-то показывает. Сказали то же самое, только моднее, и сказали, что хиток. Хиток. А сам ты хиток умеешь высчитывать, дружок? Такого не бывает. Такого не бывает. Ромочка. Роман. Такого не бывает. Мне либо нравится, либо не нравится, знаешь? Как, собственно, все люди и делят песни так же. Нравится или нравится? Я как ребенок, детям же абсолютно все равно, ну, кто кого куда послал в Твиттере, там, сколько раз прокрутили по телевизору, сколько раз показали, какой скандал накрутили вокруг, им либо нравится, либо не нравится. Я вот так оцениваю и свое, и чужое творчество. Мне либо нравится, либо не нравится. Остается ли у вас время на преподавательскую деятельность? Ведь все, конечно, знают о существовании Joker School. Мне кажется, что мне официально они пытаются говорить. Я вас затягиваю на очередочную тему. В посиделки. В посиделки. Слушайте, ну, если вот сейчас... Преподавательская деятельность. Ну, а разве нет? Ребята, слушайте, что касается деток, там же все серьезно должно быть. Конечно, сейчас... Конечно, у нас есть специально обученные люди, они занимаются. Вы с мастер-классами заявляете туда, если судить новую соцсетию. Я приезжаю немного чаще. С контролем. Да, с контролем. Когда говорят, что сегодня приедет Катя, дети начинают не дышать, вот так вот, а родители приседают. Ну, потому что контроль, контроль качества, она приезжает с контролем качества. У нас со всеми родителями и детьми дружеские отношения, но они знают, что если Катя появляется, то это контрольная, а если я приезжаю, это ига. То есть, когда мы вместе, это все уже, ига. Надо уже готовиться прямо. Ребята, ну вот вы же такие положительные и позитивные, а там, значит, вы достаете плетки, карабас-барабас, прицеплять бороду. Ну да, да, да. Если мы над чем-то работаем, это должен быть результат. Поэтому... Вот на сегодняшний день можно попасть в эту школу? Вопрос от Романа Анатольевича Шахова. Я так и думаю, да. Да, у него просто сыночек. Уже сколько? А я думал, Роман сам справился. Да, да, да. Кстати, может, вот такая... Старшая группа. А вот такой небольшой... Очень старшая группа. Недальше и мальчик сорока лет. Мальчик сорока лет хочет помочь. Очень старшая группа. Абсолютно спокойно можно, но мы оставляем за собой вправе объяснить родителям, да, что мы не можем помочь на сегодняшний день этому ребенку. Не то, что помочь, но не можем быть полезными для данного ребенка. У нас были такие случаи, когда мы понимаем, что этому ребенку... Медведь наступил на ухо. Нет, такого не бывает. Нужно с самого начала к этому подходить. Знаешь, кому-то это дается труднее, кому-то легче. У нас, к сожалению, нет возможностей, времени и физических сил, скажем так. Но вы советуете куда-то там пойти? Безусловно, безусловно. В музыкальную школу, там, какие-то начальные, какие-то хоровые. Я просто не люблю слово «кружки», какие-то студии хоровые. Мы берем уже более подготовленных детей, либо более одаренных. Вот я, например, мне всегда говорили, что я там более одаренный. Я вырос более ленивым. Слушай, ну многие талантливые люди... Просто ленивым, потому что легко давалось, как бы легко давалось. Доминик, я не знаю, если ты, будучи ленивым, успел наделать все эти такие хорошие дела, и вы как-то все время быть на виду так или иначе, то что бы было с тобой, если бы ты не был ленивым? Даже просто вообразить невозможно. Меня бы было очень много, мне кажется. Чтобы не было очень много разговоров, давайте добавим песен. Ну что? Теперь, наконец-то, пришла пора послушать Екатерину. Ну давайте. Это мой любимый медляк, вполне серьезно. Я в нем приложил всего там, всего ничего, маленький кусочек в этой песне. Все остальное было, ну как, и спродюсировал так, как сказать, эту песню. Вместе с Катей аранжировщиком выступил Саша Колчин, и аранжировщиком, и со-саунд, плохое, да, плохое слово, со-саунд-продюсер. Со-саунд-продюсер, да. Это был Саша Колчин, все это происходило очень трудно, в муках рождалась песня, потому что... Просто все мы такие творческие и музыкальные, и каждому кажется, что это должно звучать именно так, а не иначе. И каждый приходит и говорит, нет, должно быть так, переделывает, и ему говорят, да ну, это и полная фигня. На сегодняшний день я очень доволен результатом, который получился. Значит, все было не зря. Молодцы. Давайте послушаем. Концертный зал, телерадиоканал «Страна ФМ», Катя Кокорина. Очень-очень. Все разбилось во мне, Сердце отказалось любить навечно. Остывшие слова говорят, Время никого из нас не лечит. Под обрывками фраз мы пытались найти Тот красивый любимый мотив. Обернувшись назад, не найти нам любви, любви. А ты бей, бей, бей. Сердце на части, никто не причастен. Ты лей, лей, лей. Время сквозь пальцы вода. А ты бей, бей, бей. Будет опасно, но все не напрасно. Ты лей, лей, лей. Слезы и бананы. Слаки свои не продолжая, Линии телефона взрывая. Удар и все разбилось во мне. Теперь я чужая. Под обрывками слезы пытаюсь спастись, В больную любовь играя. Обернувшись назад, нас уже не найти. Я другая. Бей, бей, бей. Сердце на части, никто не причастен. Ты лей, лей, лей. Время сквозь пальцы вода. А ты бей, бей, бей. Будет опасно, но все не напрасно. Ты лей, лей, лей. Слезы и бананы. А ты бей, бей, бей. Ты лей, лей, лей. Слезы и бананы. Бей, бей, бей. Сердце на части, никто не причастен. Ты лей, лей, лей. Время сквозь пальцы вода. Бей, бей, бей. Будет опасно, но все не напрасно. Ты лей, лей, лей. Слезы и бананы. Бей, бей, бей. Смывая свет, нас больше нет. Бей, бей, бей. Время сквозь пальцы вода. Бей, бей, бей. Будет опасно, но все не напрасно. Ты лей, лей, лей. Слезы и бананы.